здравствуйте уважаемые коллеги недавно случайно мне прислали прочитал из новосибирска сайт к это школа там как в чем он школа лидерства в реву ты недавно видел тоже школа лидерства доме культуры открывается ну это значит первое единственное самое первое в россии программа обучение лидерство школьников бизнесу там и так далее пришлось только улыбнуться то что наша программа бенеллект казанская на четверть века назад еще была может она и не первая или одна из первых но мы ее так и занимались с тех пор и сейчас хотим продолжать вот новое поколение выросла в бизнес-тренеров нет нет мы первые мы главное там и все бизнес-тренеры всегда хочется спросить этого случае но тут тренируешь бизнесменов да ты лучше все знаешь как вести бизнес что бизнес не ведешь тогда сам а это наш бизнес плохов разводить которые среди бизнесменов тоже встречаются ну ладно это не в них дело ну вот просто эти вот привыкли на вот школа лидерства школы и как стать лидером а стать лидером то можно конечно но если группа сочтет нужным назначить себя своим лидером выбрать из себя и своей среды и потом нас найти не столько лидеров не хватает сколько от хороших исполнителей много среднее звено на что в армии что в гражданской службе вот в этом в чем-то европа всякую запас превосходят они утирую их такие крепкие специалисты может и узкие но они вот умеют выполнять свою работу у нас как-то вот то средним звеном всегда не очень хорошо да получается так что в школу приходит тысячи детей да только один из них гений будущий туполев ли королев будущий но мы узнаем 6 лет а муж узнаем что он гений только в 30 лет или в 33 возрасте иисуса христа ты вот на него и надо вывалять тот огромный поток информации который должен быть в школе порядочный не то что сейчас делают а именно вот остальные уж как смогут воспринять а вот будущий гением получат именно сна настоящий объем знаний настоящего образования это потом сработает а вот хорошо вас середняками тоже получше учить чтобы мы как-то вот такая ты исполнительская сцепи профессиональные на вас как-то не совсем часто даже рогозин сказал да у нас ракета протон огромную партию вернули все переделать там брак обнаружить но если человек зарабатывать 12-15 тысяч на заводе в аромиевском как же может не допускать брак ну брак то можете от этого и зависит не зависит но там бывают люди по 100 тысяч получают или эффективные манагеры которые ничего в ракет строение понимают но у них зарплата огромная но что после этого хотите действительно брак вполне здесь оправдан что ли естественен уважаемые коллеги еще раз лекторском искусстве иской профессор воробьев в москве вот он такой интересный мысль высказал однажды да что скажем интересный материал лекции и содержание она компенсирует даже плохую дикцию лектора все недостатки прощаются лев николаевич гумилёв который виде бюста стоит у нас на кольце в казани он имел довольно плохую дикцию шепелявил невнятный такой голос был у него но на его лекции сотни собирались людей и интересные концепции в этой пассионарности это прочее а вторая мысль профессор воробьева такая что артистизм лектора он компенсирует ну какой-то может не очень интересный известный уже материал артистизм и лекции научный театр это 15 веке профессор был здесь единственным источником знаний для студентов которые записывали его мысли на грифельной доске а потом стирали сейчас огромный поток информации это уже превращается в научный театр который должен заставить захотеть студента обратиться к какому-то материалу в интернет в книге студент вообще учится сам лектор только направляет его развитие некой конвой куда пойти что почитать что сделать вот в этом желаю вам успехов уважаемые коллеги я у тоже поинтересовался на работе обсуждали эту тему наверное но не один я многие люди сжаловались что вот вам домой звонят на домашний телефон база данных то на известно как рецепт кому надо найдут и спрашивает это такой адрес такой-то такой тогда у вас пластиковые рамы стоят пластиковые рамы вы не хотите ли у нас от бригада наша улица работает сойдут сейчас там починят смажутся проверят регулирует сначала отвечал вежливо девушка у меня есть фирма которая установилась пластиковые окна у нас и договор есть их телефон когда надо будет я им позвоню еще не хватало всякую шпану с улицы пускать квартиру ну почему шпанат вот а потом значит надо другой способ нашел даже где-то прочитал интернете на применяет работает то есть любая вот реклама звонят это пластиковые окна ли еще не хотите ли чё я сразу перехожу на другой тону боже мой как вы зовут ну альбина у альбина этого же не просто так это в бог вас послал этот звонок действительно очень важен для меня почему потому что вот вы занимаетесь ерундой что такое пластиковые окна там надо думать о вечном вы должны вступить в нашу общину христиан трудоголиков только это истинная вера будет но я мусульманка да это все неправильно только и община христиан трудоголиков научат придется вы хотите же бога пустить свой дом а иисус христа в свое сердце вступайте в общину христиан трудоголиков потом вычин и звонят вычеркивать из баз данных сумасшедший какой-то ну уж лучше так чем постоянно надоедливые звонки уважаемые коллеги вот все-таки интересно как сравнительно за большую небольшой промежуток времени изменилась жизнь вот опять же про телефоны говорили вот недавно аспирантской конференции один аспирант выступал как раз и по теме мобильной связи там вот этих систем и он такую цифру назвал что у нас в татарстане зарегистрировано что-то там 2 и 7 десятых миллиона телефонов а население тарстане 3 миллиона 850 тысяч то есть так отодвинуть маленьких грудных детей то практически у каждого взрослого человека есть телефон сейчас действительно а ведь были времена когда телефонные будки стояли в городах телефон автомат те копейки звонишь бываешь очередь там кто-то еще тоже желает позвонить напоминали хватит базарить я тоже хочу позвонить вот это даже не у нас в америке своем баре рубик так ну психолог солен фотографировал изучал и вот заметил к интересную закономерность на если человек заходит в будку ну звонит и никого нет ожидающих он говорит порядка полутора минут заканчивать разговор уходит если он видит что есть очередь из ожидающих позвонить разговор длится четыре минуты на зло что ли делали ничего вот такое есть а сейчас у нас телефоны мобильные у всех и даже недавно новые слова и выучил ну даже как психическое отклонение уже зафиксировано номофобия еще очередная фобия у человечества но что это аббревиатуры но у мобайл фан то есть я не имею мобильного телефона аббревиатура и фобия номофобия это значит человек боится остаться без телефона или от без контакта с сетью с интернетом вот и самые его мы какие-то люди уже другого мира и которые не от мира сего это звучало как психическое отклонение человек просто боится панически или допустим телефон вышел на улицу телефон дома забыл это ужасно для него дает смерть просто или вышел с телефоном но забыл зарядить он разрядился вот разрядился телефон был человек и нет человека дожили же ими коллеги на есть есть такое выражение что ли что вся история англии написано младшими сыновьями почему то есть по английским традициями законом вот отец умирает то все наследство наставляет только старшему сыну остальные ничего не наследует ну если так старший брат кажется добрым чем-то поделится но значит не делятся а вот младшие должны уже добиваться всего сами и поэтому они становятся часто какими-то руководителями политическими деятелями рыцарю типа и венга такой тоже без оставленный без наследства из тех чем вальтер скотт романов вот и вот сильно люди добиваются всего сами вот белгей с недавно такое сказал да что он из своих миллиардов он очень им небольшую часть оставит детям чтобы дать им возможность самим сделать себя сам остальное пустит на благотворительные цели еще белгей составил ну а как у нас 10 заповедь божьих до белгей составил одиннадцать заповедей своим детям и одна из них звучит очень интересно в школе старайся дружить очкариками ботаниками очень вероятно что они станут твоими работодателями уважаемые коллеги еще одна из казанских улиц улица бехтерева лагерь бехтерев ну врач невролог академик собственно основатель один из основателей науки неврологии и так далее возглавлял мог из тут мозга но у них целые династии бехтеревых собственно говоря у нас в больнице клинической тоже на сайте имени бехтерева у него и праправнучка сейчас тоже в этой неврологии работает и внучка значит наталья петровна она возглавлял институт мозга продолжал династию традицию вот а еще у нас был такой академик гинзбург в адеме наук он организовал такую комиссию по лженауке и там начали разбирались разными шарлатанами там какие-то заявками на изобретение разоблачали так уже науку вот на однажды бехтерев тоже пригласили на это уже комиссии по лженауке и стали упрекать а гинзбург был ярый атеист тот тот альмир но вы внучками великого бехтерева да а вы в своих статьях такое пишите что как будто уже господи боги начинаете рассуждать она ответила понимаете господа чем больше я вникаю в работу человеческого мозга тем больше я верю в господа бога кто еще мог такое сотворить до свидания